Доброе утро! На часах 170 в Талибосе, это значит, что пора готовить наше домашнее печенье. Это наш семейный рецепт, по нему готовила еще моя мама, и сейчас готовим мы для детишек, они очень любят. Это очень простой рецепт, без яиц, не занимает много времени и много сил. Я хочу вас с вами не поделиться. Что вам понадобится? Нам понадобится творог. Ваде его можно найти только под именем рикоса, итальянский цвет рикоса, на самом деле это творог. Нам понадобится пачка масла, сливочное. Дорогие чебурашки, я готовлю вам печенье, давайте потише. Нам понадобятся бананы, я буду делать его с бананами сегодня. Чёрный, чёрный, жёлтый. Ну, внутри-то они хорошие. Соль, лука, и всё. Ну, и печка с хорошим настроением. А, и немного белого сахара. Что мы сделаем? Сначала нам нужно смешать между собой творог и масло. Идеально, если масло не растаявшее, а такой вот консистенции, как творог. Растаявшего масла? Нет. Растаявшее масло, это вот я перестаралась, и вот оно получилось такое у меня. Но лучше, если оно особенно консистенции, как творог. Сейчас я не могу открыть эту штуку. Мы смешиваем это дело. Здесь придётся чуть-чуть замарать руки, потому что их нужно хорошо смешать с собой. А руки предварительно помыли? Конечно, обязательно. Убрала волосы даже, чтобы печенья не было. А где ваша шляпа высокая, белая итальянская? К сожалению, нету. Не так много муж разрешил с собой вещей взять, чтобы ещё делать шляпу. Открыл секрет, она складывается. Вот видите, я этого не знала. Вот, тогда же мы добавляем банан. Хорошо, Ольга, у меня к вам один вопрос есть. Даже не один вопрос, а несколько. От читательниц и, хотел сказать, писательниц сайта. У нас теперь есть писатель. Ну, в принципе, это актуально, да. Хотелось бы узнать о новостях. Говорят, у вас форум открылся, и вообще для чего он нужен, и почему, собственно говоря, он появился, почему только сейчас, и какие ваши мысли и впечатления о форуме? У нас идея форума возникла ещё год назад, и мы даже почти сделали его год назад. Ну, нужно было там ещё какие-то вещи, там, стратификации, всё остальное. Ну, мы долго думали, что он, на самом деле, не очень нужен, потому что есть же специальные сети, там обсуждения идут, будут ли люди сидеть на форуме, кому это надо вообще, это прошлый век, это, как это называется, ну, в общем, когда все уже на машинах ездят, да, и ты на лошади скачешь, вот примерно вот так вот. Но мы подумали, что... Это что сейчас получается, если на лошадях, на лошадей пересели что ли? Нет, оказалось, что мы рассматривали только одну сторону, в сторону техническую и удобство с точки зрения социальных сетей, да, социальных сетей, как всё равно, но, оказывается, ещё другие удобства, которых мы не подозревали, потому что просто не сидим на форуме. Например, социальные сети очень сложно какие-то свои личные мысли выставить на всеобщее обсуждение, потому что все тебя знают, все могут ходить посмотреть на фотографии твоего мужа, на которого ты только что пожаловалась, посмотреть на твоих детей. А что на мужа можно жаловать? Ну, иногда жалуют, к сожалению, вот. И это многих останавливает, то есть есть какие-то проблемы, которые они хотели бы обсудить, но так как социальные сети, ну, считайте, что ваш паспорт такой, по которому можно много чего сказать, то многих это останавливает, и они не обсуждают какие-то вещи, хотелось бы спросить это вопрос, ещё что-то. А на форуме, под ником это делается очень легко, ты ставишь какая-нибудь левая аватарка, пишет какой-нибудь левый ник и можно обсуждать. То есть так можешь, что ли? Ну да, так делаю. Когда очень такая щекотливая проблема, щекотливый куда? Типа чего? Ну, типа отношения... Типа я не знаю, как приготовить мне печенье, и не добавлять туда яйца? Течением обычно попроще, а вот, например, не люблю его маму, которая приезжает каждую субботу, это уже посложнее. Такое бывает? Представляете, Алексей? Вы очень мало знаете о женщинах. Не знаю, я люблю свою маму. Логично. Как нельзя не любить маму? Мою. Вот. И, в общем, мы сделали, и оказалось, что это очень ожидаемо, и люди давно хотели о них. Вот сейчас такое ощущение, что они как голодные просто набросились на него там. Как дети на печенье через полчаса? Да, как дети на печенье. Вот. И они сголодались по такому общению, они находятся там единомышленницы в своих городах, они обмениваются там какими-то у меня штуками. Я уже, честно говоря, не знаю, сколько там тем. Я периодически раз в день захожу и смотрю, что их там очень много. Вчера было 125. Вот, да. Говорят. Есть у нас человек, который заходит на форум. Вот. Чаще, чем каждая участница. Вот, покажите, пожалуйста, консистенцию. Как можно обозвать это консистенцию? Я размяла сюда еще. Утрашно-то у меня плохо говорится. Я размяла сюда еще и бананы. Сейчас добавлю сюда немножко соли. По идее, хорошо туда добавлять соду, но мы, к сожалению, здесь соды не нашли. Я готовлю без соды. Даже без соды получается очень хорошо. А с бананами получается вообще очень пышненько. И вкусненько. Теперь, Алексею, мне нужна будет ваша помощь. Потому что мне нужно насыпать сюда муку, а мои руки, они все сладкой жижи. Вот, пожалуйста. Да. Не уверен, что хватит именно этой муки. Может быть, нужно будет еще и вторую. То есть, на самом деле, все просто. Берете, разминаете, все. Добавляете муку. По количеству вы потом скажете? Уважаемый Макаревич. Да. Пачка масла, пачка творога и соль, а мука уже до нужной консистенции. Да. Нужна вторую, видимо, отсюда. Она закрыта. У вас сегодня какие-то гости? Вечером, да. У нас будут гости, но печенье, на самом деле, для детей. Мы каждый день практически, может, хватит пока. Кроме вчерашнего икадыша, мы каждый день обычно делаем печенье для детей. Потому что они очень любят печенье. Они могут иногда ничего другого не есть. Что, в принципе, не так плохо, потому как печенье, творог, масло, ничего вредного, все очень даже полезно. Вопрос, ну, сначала такой, немножко в сторону. Зачем вообще решили записать такое видео? Что, люди печенье не имеют, что ждет? Хотелось делиться своим рецептом домашним, потому что очень простой. И по поводу, вот, стрепни без гид, меня очень часто спрашивают. Я помню, когда я нашлась рецепт блинов, который мы готовим теперь с моей семьей. Покажите его? Да, обязательно. А когда я нашла этот рецепт, он привел пост в фору, там, какое-то бешеное количество сердечек и перепостов, то есть людям нужны такие рецепты, они просто не знают, где брать. А иной раз я просто очень долго пыталась найти рецепт бельги, большинство рецептов у меня не получали. То есть они там прилипали к сковороде эти длины, они там еще чего-нибудь, они рвались, они были толстые слишком. Ну, то есть было очень много всяких проблем с моментом, а с этим рецептом все как-то так сложилось, и блины получили, очень хорошо получились. И я поделилась рецептом, поэтому рецепты уже многие-многие готовы. Я подумала, почему бы не делать так же с печеньем, потому что удивительный факт ведических времен, что в дом, в котором каждый день есть три дня, в нем люди ближе друг к другу, потому что женщина, когда она разминает тесто, вот то, что я сейчас делаю, она на самом деле склеивает членов своей семьи, она увеличивает близость. То есть на эзотерическом уровне это работает именно так. Как, как, что вы там склеиваете люди? Членов семьи. То есть увеличиваем близость к семье, чтобы люди, семья, члены семьи были ближе и были душевные разговоры и все такое. Просто попробуйте, если у вас в доме каждый день будет такая стрипня, вы заметите, как меняется атмосфера вашего дома. Я на себе это заметила, потому что каждое утро... То есть просто стрипня это какое-то магическое действие, что ли? Да. Как приворот, что ли? Типа того, добрый, хороший, смименный приворот, чтобы дома все были счастливы, все дружины между собой. А вот если замуж хочешь выйти, что нужно стряпать? Ну, если будешь замуж, нужно для начала обучаться всем этим рецептам, чтобы когда ты туда вышла, чтобы тебе было чем обаловать твоего супруга. Нет, простите, вы не поняли, чтобы выйти замуж, что нужно стряпать? Когда? Там уже понятно, как делать, как готовить. Чтобы выйти замуж, нужно стряпать. Неважно, что. Потому что это тоже будет увеличивать уровень женской энергии. Если вам есть для кого стряпать... Приглашать кандидатов? Да, балуйтесь с печеньками, они не оценят. Леша, мне снова нужна твоя помощь. Мне нужно вот этим маслом смазать противень. Как-то неподготовлено подошли к этому вопросу. Ну, просто мне ели каждый раз смыть руки после этого, и когда много-много печенек смоется в канализации. Получит странно. Да, потому что тесто прилипает же к рукам. Вот, это уже получилось. Сейчас мы уже будем липить. Что нужно сделать? Налить? Да, я смажу. Чтобы ничего не прилипло. Масло простое. Здесь курица нарисована. Можно этим маслом. То есть они жарят курицу? Да. Это обычное подсолнечное масло. Покажи тесто. Вот у нас получилось тесто. Как что? Вот такой консистент. Какой? Как пластилин? Как пластилина. Хочешь попробовать? Что попробовать? Я сначала пожарим, потом съем. Вот. Теперь мы берем противень, на котором рассыпан белый сахар. Почему белый? Я пробовала с коричневым. С коричневым получается не очень. Почему? То есть они подгорают. Он расплавляется и они подгорают очень быстро. Вот. С делом очень хорошо. Ну и его там тем более не так много. Потому что смотрите, что мы делаем. Мы катаем карточку, делаем лепешечку и обмакиваем за стороны. Все. То есть можно даже с детьми лепить. Как банально что ли? Да. Когда я была маленькая, моя мама делала из этого треугольнички. То есть мы их складывали, еще получались такие треугольнички симпатичные. Я понял всю загвоздку и всю, так скажем, передачу знаний. Мама делала треугольные пироженки в круглой, наверное, таре. А ты делаешь круглые пироженки в треугольной таре. А что же будут делать дети? Просто наши дети не очень полюбили именно такую форму, треугольную. Им нравятся больше такие вот лепешечки. Вот только вы говорите про форму, что она имеет значение. Хотелось бы перейти к форму, вернуться к форму. В чем разница-то? Вот вы говорили, что форму нету и сголодались. Что форму нету, что ли? Берешь, набираешь в Яндексе форум для женщин и там, пожалуйста, сколько хочешь общения. В чем прикол вообще? Есть такой форум Little One, ну, кто знает из петербургских. Там есть тема такая, женские грезы, по-моему, если называется. Там пчел прилетел. Да, если правильно помню, называется женские грезы, по-моему, мамочки. Он снимает. Ты чего? Он фото-модель? Ну да. Вот. И там девочки обычно жалуются как раз на своей семейной ситуации и просят совета. Вот там участник совет, там это ГКА. Большими буквами ГКА. И это аббревиатура… Это аббревиатура… Это про автомобили, что ли? Да, это аббревиатура означает династика два однозначно. Вот. Это про форум номер один. Про форум вообще я долго общалась на одном форуме. Свадеб нам мамка. Да. Еще не время. Прилетайте, пожалуйста. Отчеваю. Минута через… Сколько? Минут через двадцать. Минут через двадцать. Прилетайте, пожалуйста. Вот. И я недавно зашла туда и почитала эту тему… О, это кто такой? Ты кто такой? Вот. Это любитель, почитатель течения. А потом… Потом кушать, да. Сначала ему духовку поставить. Горячо надо будет сначала сделать, да? Нет. Да. Вот. И… Отелс. Привет. Разгоревший наш. Тема там очень интересная. На тему «Готовите ли вы своего мужа?» И там куча высказывает на тему «А что это животное, если он может приготовить не может?» Ну, ладно, ребенок. То есть прямо сразу там, да? Да. «Готовите ли вы своего мужа?» ГКА. Ну, почти. Ну, то есть кто-то, да, кто-то готовит, но очень многие пишут, что он может сам приготовить, ты сам себе готовить, я готовить не люблю. Для ребенка, ладно, там 40 сгут в день я приготовлю. Ну, и так далее. То есть такое отношение странное. Ну, и многие сталкиваются на форумах, что если начинаешь на женских форумах двигать такие идеи, как, например, на моем сайте, то есть говорите, девочки, а может быть вы сами создадите такую ситуацию, давайте посмотрим, что в вас мешает этому. Значит, торжественно тебя объявляют фиктанткой. Гнать козу, однозначно. Объявляют фиктанткой, говорят, что ваше очарование женственности веда – это все секта, все отсюда, что такое и так далее. И вы валяевщину, пожалуйста, не разводите? Да. Поэтому на форуме у нас, чем хорошо, у нас единомышленницы из разных городов, из разных стран, и там никто не удивится, если появляется вопрос, например, как освещать пищу. И это была одна из первых тем, которые девочки создали, и она пользуется спросом, потому что это многим интересно. А как, собственно, освещать пищу? Простите, увлекся, пчел улетает. Угу. Товарищ Дроздов. Так, у меня кончились вопросы, просто готовьте. Что бы вы хотели еще раз сказать, Ольга? Вот, наверное, накопилось, давно что-то не снимали. Почему вы не записываете никаких ответов, не рассказываете про свою жизнь, в конце концов? Да. Соскучились, наверное, все ваши подписчицы, читательницы, подружки? Почему? Наверное, соскучились. До Коли? Да я не знаю, почему просто, наверное, не было настроения, не было какого-то желания, что ли? Тут все совпало и... Тут все совпало, да, надо печенье делать. Печенье и камера, да, вот новая появилась? Да. Та камера уже качество настолько не устраивала? Да. Ну, это я как оператора говорю. Да. Я могу говорить «да». Хорошо. А что могут ждать ваши подписчицы, читательницы в ближайшее время, о чем бы вы хотели еще им поведать, рассказать? То есть, может быть, какие-то вопросы можно задать, чтобы на них поотвечать? Может быть, у вас есть какие-то уже записанные вопросы от читательницы? Ну, где-то есть, просто я сейчас смогу их найти. Что бы я хотела рассказать? Наверное, про то, что скоро будет второй тираж книжки, и скоро мы откроем предпродажу, потому что у нас ограничены вкладские площади, и нам тираж 10 тысячи будут подгружать порциями, и первую порцию первую тысячу. Я думаю, что мы скоро начнем уже продавать, чтобы она очень быстро вкладывать вклады и не занимала место. И вот, поэтому вы можете следить за носами. Да. А почему это за носами? Можно же дождаться, они быстро расходятся, что ли? Ну… Как печенье, что ли, когда приготовили? Иногда даже быстрее. Вот последний раз мы продавали вот те книжки, которые к нам вернулись, около 100, чем-то книжек, они продали меньше, чем за час, в комплекте на 5 штук. То есть там еще куча писем осталось в почте. Сколько там было книжек? Ну, больше чем-то я точно не скажу. 100 книг за несколько часов? За час. За час. Да. За час. Мы даже не успели сориентироваться. И это было так – а-а-а-а. Что уже убирается? А-а-а. Не успели брать кнопку, пришлось возвращать деньги тем, кто... Да. Нескольким людям мы жнули деньги, потому что не успели вовремя обратно. Я не знаю, как быстро кончится тысяча книг. Вот. Может быть, она кожно кончится тоже очень быстро, но это вот самое первое. И если, грубо говоря, те люди, которые успеют на эту тысячу, они, скорее всего, успеют сделать подарок к 8 марта своим близким. А почему книжка продавалась? Книжка продавалась с амблером по 5 штук за 3500 рублей, то есть 700 рублей одна книга. Влезет из заставки. А почему так? Дорого, раньше продавалась дешевле? Ну, раньше за то, чтобы она продавалась дешевле, мы из собственного кармана заплатили 100 с чем-то тысяч рублей, потому что просто не подрасчитали стоимость доставки, стоимость налогов, оказывается, налоги. Так, давайте с печкой. У нас газовая печка, я с ней дружу через раз. Взрывается периодически, что ли? Алло. Ольга, это печка. Обращаю ваше внимание. Алло не должен говорить. Загорелась. Я слышал. Загорелась, да? Мы ставим на 200. 200 градусов, да? Да, и ставим. По серединке? Да, так как это газовая печка, я сначала ставлю только снизу, и где-то минут за 10 я поставлю еще верхнюю штучку, чтобы она подрумянилась. Угу. Вот. Хорошо, мы сейчас пока делаем пазу, или у вас есть какие-то вопросы, ответы, на которые вы хотите ответить? Делаем пазу, и убираем муку. Рассыпаем. Вот наша первая порция печенья. Мы немножко увлеклись в съемку видео про майндмэпы, поэтому в серединке оно чуть-чуть подгорело. Кто уже забирается наверх? Так, дорогой мой, с голой попой. Поченьки. Поченьки. Что нужно сделать первым делом? Первым делом нужно печеньки осветить, поэтому сейчас после того, как я соберу основную муражарь, я отнесу на алтарь несколько печень. Освещенная пища имеет совсем другой вкус. Это правда. И после того, как привыкаешь есть освещенную пищу, неосвещенная уже кажется какой-то безвкусным. Ну, в общем, вот так они выглядят. Очень вкусно. Чуть-чуть посветлее, да, должны быть в оригинале? Ну, в принципе, некоторые вот нормального цвета. Некоторые у нас в семье очень любят такие. Чем темнее, тем лучше. Сгорело буквально пару штук. Буквально две минутки бы, чуть-чуть пораньше, и все было в порядке. Все отлично. Итак, все получилось. И мы сейчас будем ставить вторую партию печенья. Одной порции печенья, вот такой, нам хватает на день. Ну, то есть, двух противней. Не на пять минут, разве? На день. Первого противня на пять минут. А второй уже растягивается на день. Да. Ну, в общем, приятного вам аппетита. С вами была Ольга Валяева. И до следующей кулинарной рубрики. А что будет в следующий раз? Пельмешки? Муж предлагает блинчики. Хорошо. Спасибо большое, Ольга, за интересное видео, за ваше печенье. Скажите, а куда вы всем тем, кто посмотрел, отправите печенье? Всем же хочется покушать, как бы вот разбудили такой аппетит. Можно идти на кухню, брать пачку творога, пачку масла, муку, соль, сахар и срочно радовать своих любимых. Все, за всем все? Да. С вами была Ольга и Алексей Валяевой, а также загорелое печенье. Всем пока.